Всем привет! Провожу обмен с поляком. Как видите, пробочки он выбрал очень. Даже жирные, старые. Ну вот, смотрите, русские. Сокол, Бавария, Сарапульская. Ну, конечно, не все в идеальном состоянии, но так пойдите и найдите. Белорусская вот. Новые русские. Ну и вот, те, которые мне прислали в подарок. Видите, активно их обмениваю, не продаю. Украинские, тоже которые. Просто так не поднять. Ну, некоторые можно поднять. Но вот такие вот. Только покупать. И вслепую мы дурились. То есть, обмен 42 на 42. Вот еще русские новинки. И плюс 50 вслепую. Напоминаю, что слепой обмен это способ избавиться от ненужных вам пробочек. Ну, понятное дело, в нормальном состоянии. Потому что вот такую вот мне ни разу не доводилось поднять. Стоит она примерно там евро, может даже больше. То есть, понятное дело, что слепую я ее. Зачем ее отдавать слепую, если ее и так выбирают? Ее можно обменять. Ну, поэтому отправляю. Это я рассказываю для новичков, кто не в теме. Вот такое, которое можно поднять с земли. Ну, соответственно, я тоже не особо рассчитываю, что я добавлю из 50 в коллекцию все. Ну, хотя бы штук 5, может, добавлю. В общем, иду отправлять. Ну, и жду и показываю, что мне прислал поляк. Пробочки, конечно, жирнющие. Выбрал я у него не самое. Ну, в общем, сейчас все увидим. Посылочка на базе. Доехала за 12-13 дней. Ну, Польша рядом, под боком. Так, как я уже говорил, я выбрал у него, ну, в принципе, старые. Но их и в обменах хватает. То есть, те русские, которые я отдал, реже попадаются. Ну, что мне их хранить до пенсии? Нужно же меняться. Люди мне прислали. Я и обмениваю, не продавать же. Так, вот такой новый вид упаковки. Пакетик. То есть, они в пакетиках друг до друга дотрагиваются. Царапаются. Наверное. Сейчас проверим. Вот это вот меня интересовало в коллекцию. Ну, вроде нормально. Еще одна где-то Татра была. Где же? Ну, только что же ее видел. Блин, капец. А, вот. Самая последняя. Новая Татра. Появилась еще в 2021-м. Ну, акционная. В общем, разкладываю. Ну, понятно, куда. Это дубли. Куда ж без такого? Без... Ну, стандартный набор польской попсы. Такая уже особо и никому не нужна в обменах. Ну, что делать? Я ему... Надеюсь... Ну, да. Ну, да. Я ему хоть какие-то там более-менее украинские палоски типа отправил. О, ну, вот такое нету, кстати, у меня. Может, домашние пивовары. Уже хоть что-то. Ну, опять зубры. Такое. Такое. Довариваюсь только пивные на пивные. Вот, аферист. Такое. Думал, просто лысая. Ну, я ему, кстати, отправлял тоже украинский. Ну, то, что разливается в Украине. Ну, типа там Кроненбург, Бэкс. Думаю. А если он мне пришлет чисто польский, то будет обидно. Будет обижаться. Ну, видите, Стеллу прислал. Так что, все нормально. Вот такой, кстати, нету. Увелтинс. Куда же без него. Ну, хоть Кроненбург, но экстра пока нету. Пока. Что, опять эти зубры? Ладно, короче. В общем, разложу сейчас и все покажу. Потому что это может длиться долго. Наверное, как вы поняли, по моей интонации, в слепую обмену в мою коллекцию пойдет аж нифига. Ну, потому что самые обычные попсовые польские пробки, которые у всех есть уже, ну, вернее, не у всех есть, в каждом обмене есть, то есть их проблем нету набрать. Я надеялся на что-то новенькое, ну, типа такого. Татры. Или вот такое. Ну, их-то я уже выбрал. То есть, думал, что еще что-то пойдет бонусом. Ну, бонусом пошло вот. Вот такие вот. Часто они попадаются в обменах. Ну, я так понял, что это сделано для домашних пивоваров, или как сувенирка. Ну, потому что... То есть, вы можете закрыть свое пиво. Здесь, в принципе, так и написано. My beer. Ну, я же говорю, часто попадаются, поэтому я их за ними не гонялся. Знал, что рано или поздно... Вот, тоже написано. Бровар домовый. Домашний пивовар. Кто не разумеет польскую. Ну, и, видите, заполучил. Ну, и, собственно, вот те, которые я обменил. Польские. Татра. Мощная. Есть еще вот такая вот лотерея. Лотерея у меня уже была. Ну, вот, мощная. Ну, тоже попсовые пробки. Ну, надо же как-то ее заполучить. В принципе, можно и в слепом обмене каком-то было бонусом. Но, вы же видите, уже появились новые. Ну, в принципе, этих много. Ну, взял и взял. Чего не рассказывать. Вот. Канадские пробочки, кстати. Карлинг. Что-то у меня всегда была ассоциация. Что-то британское пиво. Ну, потому что оно было вроде спонсором премьер-лиги. На футболках были логотипы Карлинг. Да и у нас в Абалоне его разливают, как рассказывая, что это британское самое трушное пиво. Но, оказывается, это оно в Канаде основано. И по лицензии уже продается в Британии. Разливается в Украине. Поэтому надо изменить файл. Ну, видите, они старенькие. То есть, поэтому в обменах не часто встретишь. Или вот такие вот. Молсон Лабад. Лейкер. Такие чаще попадаются. Ну, уже брал за компанию. Остальные канадские. Вот США. Кстати, еще мне накинул бонусом французских. Я так думаю. Смотрите. В общем, вы поняли. Броссерс Тулуза. Тулуза, это да? Таких хоть и встречал в обменниках. Вот еще. Ну, это здесь. Ламбда Брюин Проджект. Не знаю что. Вот еще что же. Ну, здесь понятно, что Франция. Вот это вот не ясно. И вот. Что-то они в каком-то клею надо. О, вот тут. Серьезный клей. Тоже. Ну, я подумал, Броссерус. Догадываюсь, что это Франция. Ну, может и Бельгия, в принципе. Загуглю все. Вот еще такая вот. США. США. Вот, Варштайнер. Такого у меня нету. Немецкой. Взял еще сверху лишних канадских. Ну, думаю, их обменяю, потому что не самое часто. И желающие забрать будут. Ну, не самый выдающийся обмен. Ну, зато и получил старую Канаду. Сейчас буду оформлять, добавлять в альбомчик. Так что можете еще раз поставить на паузу. Все рассмотреть. Ну, а я буду приятно проводить вечерок. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Ставим лайки, делаем репосты, комментируем, советуем друзьям. Всем пока.